Здравствуйте, приветствую вас на канале Whiskey Mania. Продолжаем знакомство с продукцией ирландского производителя Double Liberties Distillery. В этом выпуске вот эта бутылка виски под названием Dead Rabbit. Мертвый кролик. Бутылка примерно такая же, как у предшествующего образца, у Oak Devil, за исключением того, что здесь более темная этикетка с большим количеством мелких элементов, ну и совсем другой истории. Бутылка брендирована. Здесь у нас Dead Rabbit тоже прослеживается. Здесь вместо просто символики уже конкретное указание на эту марку. Золотистый логотип в виде фигурки кролика, перевернутого верх ногами, в глазе которого красный крестик отмечен. Кому интересно, поразглядывайте его. Все это в таком подобии сургучевой печати. Ну и с элементами брендирования. Здесь этот же кролик в кружочке, вокруг которого надпись на старой ирландском языке, которая обозначает как раз мертвого кролика. Фирменное брендирование и две подписи. Это бартендеры, владельцы Нью-Йоркского бара с одноименным названием. Они здесь поставили свои автографы. Ну, а автографа мастера-купажа здесь я почему-то не наблюдаю. Дэрил Макналли присоединился к ним для того, чтобы наполнить эту бутылку не только красивым графическим оформлением и смыслом, но еще и, я так думаю, правильным напитком. Итак, The Good Rabbit Irish Whiskey. Крепость 44%, бутылка объемом 0,7 литра. Темное оформление, где серебристо таким светло-серым цветом изображены различные орудия труда. Казалось бы, но в данном случае это орудие преступлений, потому что история, связанная с этой бутылкой, на самом деле тоже не такая радужная, скорее печальная. С обратной стороны у нас тоже брендированная бутылка и контр-этикетка на русском языке от проекта Joya. Гласит, что в составе используется солодовый и зерновой спирты, вода подготовленная, пищевая добавка, сахарный колер Е-150А. Произведено и розлито First Addams Spirits Дублин и Орландия. И импортером указано и лицо уполномоченного принятия претензий за ОНЕСКО, город Санкт-Петербург, Россия. Дата розлива традиционно здесь слева от штрих-кода 03.12.2019 года. Она же здесь чуть ниже на собой бутылке просматривается. Колпачок здесь тоже имеют уникальное брендирование. надписи по контуру о том, что он выдерживается 5 долгих лет. Сверху та же самая фигура кролика. Такой фирменный логотип. Ну и это, я так понимаю, фольгированный материал, который скрывает от нас пробку. Осталось только с ним разделаться и познакомиться с этим напитком. По большому счету, мертвый кролик очень схож с предшественником из серии Liberties, но облечен чуть-чуть в другую, скажем так, историческую подоплеку, другой смысловой нагрузкой. Крепость здесь 44%. Ну и бочки задействованы немного другие, поэтому я думаю, что этот виски будет чуть-чуть отличаться. Давайте немного добавлю еще. Цвет чуть более насыщенный по сравнению с предыдущим образцом. Более чайного цвета. Итак, что касается этого релиза, то был представлен он в феврале 2018 года, где вы выдумали в Нью-Йорке. Не в Дублине. Именно там, где, собственно говоря, и располагается бар The Tribbit Glossary and Groke, владельцами которого являются господа, которые поставили автографы на этой этикетке аж каким-то золотым шрифтом. Бар этот является домом, где хранится самая большая коллекция ирландского виски в Северной Америке. И появление своего собственного релиза ирландского было всего лишь делом времени. Когда к ним присоединился Дэрил Макналли из Дублина, этот виски, собственно говоря, родился и посвящен он не только культовому бару, но и вообще всей истории, связанной с бандами Нью-Йорка. В 2002 году замечательный режиссер Мартин Скорсезе снял шедевральную, такую натуралистичную ленту «Банды Нью-Йорка» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, которая как раз изображает жизнь Америки середины 19 века, противостояние банд в Нью-Йорке, в Манхэттене, как все это происходило. И этот фильм, несмотря на то, что он немного искажает исторические факты, тем не менее четко связан с мертвым кроликом, который находится сегодня у меня на столе. И в следующий раз, когда вы будете пересматривать «Банды Нью-Йорка» или впервые посмотрите этот фильм, я думаю, бокал этого виски у вас на столе чуть-чуть по-другому позволит воспринимать все то, что будет происходить на экране. Ведь банды в Нью-Йорке появились задолго до итальянской русской мафии. Банды тогда, в начале 19 века, зарождались из-за мигрантов, которые стекались в Америку со всех уголков света, в том числе и из Ирландии, из страны, где людям просто нечего было есть, они погибали там с голода. Но и когда они спускались с пароходов на землю, их встречали пинками настоящие американцы и отправлялись жить в самые худшие районы города, где смерть наступала всего от трех факторов – от голода, от холеры и от ножа. Таких мест было на теле Нью-Йорка, скажем так, предостаточно. Там жили в основном иммигранты. Для них специально сооружались места, где им как бы должно было лучше было жить. Одним из таких мест был шестой округ Нью-Йорка, который на 150 лет после своего основания и стал рассадником преступности, не только терроризирующим сам Нью-Йорк, но и его окрестностям. Вообще планировалось все это мирно. Когда-то здесь было озеро Колокт, и его осушили для того, чтобы построить такой мирный спальный район для тружеников-работяг из пригорода. Однако озеро до конца, видимо, так и не досушили. Сваи со временем стали ползти, крыши сползать, постройки рушатся, трескатся. Так со временем еще и от самой земли начал исходить такой зловонный смрад, что все нормальные жители там просто не могли оставаться, задыхаясь от этой вони, и уехали, оставив места для тех, кто сюда в последствии приехал. Это были самые нищие, самые необеспеченные жители не только Нью-Йорка, но и ближайших штатов. Все сюда стали стекаться, и Чарльз Диккенс как-то тоже сюда заехал, конечно, не для того, чтобы пожить, а просто оказался в этом месте. И он описывал шестой округ как самое мерзкое место во Вселенной. Он говорит, запах стоит отходов и грязи. В любой угол, куда ты засунешься, на тебя движется в полусне какая-то сонная темная фигура, и кажется, что наступает конец света. Из могил встают мертвецы, а дома носят название убийц, грабителей. Так что кругом царит разруха, вонь и невыносимое состояние обреченности. Что касается Диккенса, он не зря описал то, как мертвецы встают из могил. Ведь кто-то в то преступное время зарабатывал тем, что грабил, кто-то тем, что убивал, у банды были даже свои расценки. Удар кулаком, например, в одной из банд стоил 2 доллара. Тебе просто там давали задание, треснешь по голове, получи свою долю, убьешь, соточка тебе гарантирована. Ну а кто-то не мог заниматься такими отвратными делами, кто-то просто приглядывал трупы, кто-то их выкапывал на кладбище и отдавал студентам-медикам. Те были готовы платить за это деньги для того, чтобы изучать анатомию и проводить какие-то свои медицинские, ну, можно сказать, гуманные опыты, поскольку этим телам уже ничего не было страшного. Поэтому на кладбище ночью в Манхэттене в то время тоже было неспокойно. Ну, по-настоящему грозным и дерзким районом считалось место пяти углов. Площадь Five Points, место, где пять улиц образовывали таких пять углов, и одна улица шла с севера на юг, причем южная часть называлась Аллея убийц, северная пещера воров. Вот и выбирай, куда идти с этой площади. То ли отбиваться от воров, то ли давать отпор убийцам. На этом местечке стояла старая пивоварня, которую переоборудовали со временем место, где жили мигранты. В основном это были ирландцы. Здание превратилось чуть ли не в самую крупную многоквартирную постройку Нью-Йорка того времени. Соорудили там такие многочисленные ярусы в фильме, они хорошо представлены. Люди жили там годами, не выходя на улицу. То есть там был такой свой мини-мир. Кто-то стоял и поджидал за углом соседа для того, чтобы дать ему по голове чем-то тяжелым и отнять у него еду. Кто-то убивал, кто-то грабил, кто-то насиловал. Жизнь, в общем, могла показаться раем, но только за пределами этого нечеловеческого помещения. И вот в этом районе, где находилась эта площадь, чуть ли не каждую неделю образовывались новые преступные группировки. Они потом объединялись. Названия были самые отвратительные, какие-то непонятные. Первая банда называлась «Сорок воров». Она, наверное, была самой основополагающей. Затем к ней добавились рубашки на выпуск. Какие-то ублюдочные цилиндры, или как они там назывались, уродские цилиндры. Были мертвые кролики. Ну, если рубашки на выпуск, здесь все понятно. Уродские цилиндры. Они набивали обычные цилиндры тряпками, кожей, для того, чтобы использовать их в качестве тяжелого предмета, как шлемом дрались в различных потасовках и перекрестных боях с бандами. И причем натягивали эти цилиндры так, что злобные глазки даже видно практически не было из этой окантовки. Ну, а мертвые кролики выходили на сражение с тотемами в виде палок, которыми гвоздями были прибиты кроличьи шкуры. Напомню, что дистиллирия наша имеет в своей основе здание, которому более 300 лет, на территории которого когда-то была мельница, а затем кожевенный завод, где тоже выделывались овечьи и кроличьи шкуры. Такая вот здесь преемственность тоже прослеживается. Что касается банды Dead Rabbit, мертвый кролик, название она ведет свое с ирландского языка, откуда привезли, собственно говоря, его с собой мигранта. Ну, в Нью-Йорке обрело все это новый смысл. Fat Cats, жирные кошки, их так стали называть. Лидером был человек по фамилии Джон Морриси. Немного истории в фильме Скорсезе изменена. Он на самом деле чувствовал себя замечательно. Со временем стал благочестивым господином, конгрессменом и даже представителем от партии демократов. Ну, а главным противником банды мертвого кролика были парни с Бауэри, настоящие американцы, которые недолюбливали всех приезжих сюда, на территорию Соединенных Штатов, считали их варварами. И банда Уильяма Каттинга в фильме тоже нашла свое отражение. Мясник, который действительно был мясником, который потерял свой глаз в битве как раз с мертвыми кроликами, чуть ли не сам его вырезал. В общем, достаточно интересная история. Фильм пересказывать не буду, хоть там немного факты искажены, но основная суть и атмосфера этого мерзкого времени по большому счету передана замечательно. Ну, а что касается этого виски, то он у нас как бы отражает не только эту темную сторону американского прошлого, когда банды орудовали и не давали жить мирным гражданам, ну и еще историю появления замечательного ирландского бара Dead Rabbit, где собрана замечательная коллекция алкоголя из этой республики. Все это объединилось, получилась такая, можно сказать, историческая, но осовремененная тема, которая, в принципе, неплохо-то еще и оформлена. Самое время продегустировать этот виски, который, как я уже говорил, имеет много схожего с предшественником. Это тоже 5 лет выдержки. Это тоже бурбонные бочки, но дополнительно к кентукийскому бурбону, в которых этот виски выдерживался 5 лет, здесь еще добавляется выдержка в новых миниатюрных половинах half-size бочках объемом 100 литров, которые специально для дистиллерии Dublin Liberties Company выпускает семейная фирма из Луисвилля, Calvin Cooperage, делает эти бочонки для того, чтобы в них этот виски дозревал несколько месяцев. До 6 месяцев после 5-летнего возраста этот виски еще выдерживается, и затем уже при крепости 44% разливается по бочкам, и самое время его сейчас оценить по аромату. И по цвету он действительно чуть-чуть понасыщенней, хотя сахарный колер в составе все-таки заявлен. Бурбонный профиль. Здесь сразу понимаешь, что сработал американский дуб, девственный дуб. Это не бочки из-под бурбона, это бочки объемом вот эти 24 галлона, по-моему, которые только-только предназначены для этого виски, специально для Дэрила Макнайли, он уже следит за тем моментом, когда виски готов. И тут они по американским канонам облагородили этот виски. Поэтому если вы будете пробовать этот и этот, это две совершенно разных планеты, как две разных банды Нью-Йорка с разными концепциями. Ну и, конечно, от шкур мертвого кролика здесь ничего нет. Долгие десятилетия выветрили весь этот аромат и от горевшей кожевиной фабрики, когда все сгорело дотла вместе со шкурами, так и от этих банд никакого здесь аромата уже не осталось. Все мирно, спокойно. Чем-то он мне напомнил виски Роуэндко, где тоже хорошая выдержка в бурбонных бочках сыграла такую шутку. Ну, я, честно говоря, не совсем сторонник таких перекрестных экспериментов, потому что, если ты приобретаешь Айриш, то все-таки это должен быть какой-то свой стиль, бурбон, значит, ты ждешь от него бурбона. Здесь, приобретая Айриш, ты покупаешь виски, который очень насыщен тонами ванили, свежего американского дуба, небольшими лаковыми оттенками, немного мебельного клея, лака, опилок, ну, бурбонный мебельный цех здесь присутствует. Ну, и ваниль, свежесть присутствует, интересная мятность. И основа солодовая, все-таки, которая была в Оукдевиле, здесь тоже прослеживается. Итак, на вкус. The Dead Rabbit. Не скажу, что он совсем мягок, но в целом какая-то округлость уже появилась. Бочки здесь добавили интересной такой текстуры, очень насыщенный, очень бурбонный. Не скажу, что он чуть мягче, чем с осенней. 2 градуса, всего лишь минимальная разница. Но насыщенность девственных бочек Virgin Oak из американского дуба здесь работает отлично. Добавилась сладость, которая исчезла в третьем варианте. Ее было больше даже в зеленом образце. Дерево здесь ее съело, здесь добавила. Видимо, это хорошо обожженные бочки. Добавили приятную сладость. Ваниль, горечь грецких орехов. Солодовая тема. Дальше идет дерево. Перемешку с выкуренными сигаретами, пепельницей. Немного сухой, сженый, может быть, осенние листвы. При этом довольно свежий. Все время играет какая-то ментоловая мятная основа. Сейчас еще раз. Довольно-таки комплексный и сложноватый даже виски, я бы сказал. Здесь сочетается то, что было в ирландской основе и то, что добавилось во время выдержки в американских бочках. Сладость, легкая кислинка, мягко, вот дальше начинает легкая перечность раскрываться, цитрусовые, кислинка цитрусовых, какие-то старые-старые вяленые яблоки с какими-то вот грецкими, слегка прогорклыми орехами, дерево, мощное дерево. Здесь американский дуб сработал хорошо, но не передержали. Плинтусовка здесь не получилась. В целом неплохо. Такой вот он, мертвый или дохлый кролик, как хотите его назовите. Неплохо. Но это уже не ирландский профиль. Ох, как сильно все-таки своей сливочной кремовостью красный даблинар здесь навевает. Коридор такой воздушный, сливочно-кремовый и рисочный сейчас устроил. То есть он своеобразный, интересный, особенно если хотите почувствовать эксперименты в плане до выдержки. Небольшой срок, несколько месяцев, но новый американский дуб в небольших половинных бочках может сотворить вот с таким пятилетним виски такие чудеса. Шедевром я не назову, потому что для меня всегда немного это как-то странно. Покупаешь ирландский виски, а он уже прям почти бурбон. Еще не до бурбон, но уже и не айриш. В то же время здесь хорошее сочетание солодовой и зерновой основы, и он в целом довольно-таки мягок и приятен. Можно порекомендовать его, но учтите, что он стоит подороже, от 45 до 55 евро он в Европе. Ну, на наши деньги это уже за 4000 рублей. Лучше, конечно, подождать скидки где-то до 3000 рублей, я думаю, за пятилетнего ирландца терпимо приятно было бы где-то 2-2,5, но, если честно, я таких цен не видел. Если будут, ну, вот, 4 дорого, до 2,5 хороший вариант, особенно, если вам нравится бурбонный профиль и ощутить, что же такое девственный американский дуб в полной красе. Ну, и, конечно, если будет фильм банда Нью-Йорка идти по телевидению или вы решите его посмотреть, скоротав очередной вечер, он составит вам идеальную компанию. Есть еще один виски, о нем будет рассказ в следующей части. На этом все, спасибо за внимание и пока. Субтитры